Сегодня у нас 21 сентября 2015 года. Работаем уже. Время уже у нас 5 часов доходит. Мы работаем тут на дороге. Греди отъезжал, поскреб. Ну так-то дождик шел ночью. Утром сегодня. И он тут создал посередине комки глины. Сейчас мы все это разравниваем, уталкиваем. Никита Колесников уталкивал. Брат наш. В Бельгий приехал болящий нас. Слава Богу, не хватало его. Слишком быстро налипает. Быстро налипает глина. А почему? Сегодня 21 сентября. Был грейдер. Удобер хороший все сделал. Но она вот так уйдет, он короткий. И наконец Женя дал грейдер. Приехал. А вечером начался еще моросить дождь. Так, подожди-ка. Подожди, Сережа. Подожди, ты не ровно кладешь. Убери. Убери, убери. Толкушку убери. Сейчас ты не пойму, почему я не одену шаг слабо. Бугор уже создался. Вот мне надо теперь. Вот видишь, где? Вот сюда, да? Вот сюда. Вот это место забросай. Все липнет. Но он сделал главное. Видишь, он сделал его пока там. На стороне был большой вал вон той земли. И он его сумел сюда подтянуть. Но так как сырое, оно все комками вот так пошло перед ним, он ничего не может сделать. А его не дают грейдериз. Он одновременно комбайнер, уборка. Но так как дождь. Поэтому они сидят дома. Но мы в дождь вызвали его. И сделали хуже, чем была она. Ровная была поверхность. Ровная, но она не была вот таким вот, ну, овальная. Теперь она точно выровнена. Никита, очищай. А остальное мы можем долбить. Доклоняй. Пошел. Так, давай. Ну, еще в этом монастыре я делал там. Сейчас, подожди. Что-то неладно опять. Вот если бы можно было, смазал ее чем-то. Один раз купит и все. Ладно, бей. Давай еще раз. Вот это шпавка. Да, шпавка. Приварили и... И он хорошо бульдозит такие следы в яме, а он всё заравнял. Вот где прошли мы, смотри. Вот сейчас я замерил, ходил шагами приблизительно, но это очень точно. Вот сколько наш это тут участок, думаю, сейчас Алексей Сиськов, главный агрономик Корчино был здесь, он на Пельсии, он мой креслик. Полуостров вот этот, выкорчили корни, корни, видите, какие эти пни. Ну я замерил шагами 400 квадратных метров, то есть 4 сотки, 4 100, это 400, 4 сотки. Ну вот надо ехать сейчас в Лисовенко у нас тут есть институт, там где-то продают магазин какой-то, экран или какой, и там можно взять. 400 или 300 еще-то рублей корешов стоит. И Алексей подсчитает, сколько надо, когда. Я думаю, не надо сейчас осенью, потому что будут заварить деревья зимой и могут повредить. Вот она, вот эта грохнется, и она все уничтожит. Вот она, деревья такие. Вот я пошел, сейчас замерил трассу шагами 270 метров от Барбаша Игоря и вон до тех кусков. Сколько камазов? Надо узнать, сколько камаз 10 тонн, а сколько объем. Объем, если неизвестный, а ширина трассы 4 метра, ну, с какими-то сантиметрами, как у нас там переезжать-то. А здесь крошки песка. Тогда можно подсчитать, через какое расстояние валить будут камазы в песок. Видите, без математики тут никак нельзя. И они хотели даже оставить грейдер у нас здесь. Четыре раза надо приезжать. Второй раз песок разгладить, когда засыпем. Третий раз крупный щебень, а потом мелкий щебень. А после этого асфальт можно ложить. Если бы было укатано, можно сделать асфальт. Уже все у нас подготовлено. Ну, катать никто не катает у нас. Возможности нет. И никто сюда не привезет катушку. Этот нема какой-то там каток. Ничего этого нет. Вот так. Каждый день новая работа. Привезли шиперы сегодня. Привезли около тонны. Ползунова из Барнаула. Ну, разбили на два пруда. А для чего? Не вниз и везде, где бобры прогрызают от бобров. Ты отсюда можешь показать. Вот вон видно, где. Как только не попало. Приблизительно. Вот. А потом шипер вверху придется, который выше воды, убирать. Иначе надо там укреплять. Весной много там посадить метлы. Чтобы корнями схватилось и все. А под шипером ничего не растет. Выше воды не надо закрывать. А только ниже воды. Ниже. И то хорошо, когда бы уже проросло. Чтобы лет пять никто не прикасался к ней. Видишь, что они не получаются. А вот это да. Ну, уберем ее. Сейчас надо идти вон туда дальше. Давай, Сергей, перемещайся. Вот дождик опять накрапывают. Все. Ну, еще нельзя сделать. Не могут привести лес. А лес-то не необходим. Я посчитал, сколько чего нужно на каждый. Даже сейчас посмотрю. Говорят, в другом месте дешевле. Там первосортный. Сейчас сходил, узнал. Тоже гонят. Не первый сорт. Я заплатил за самый первый. Обрезной. И оно обошлось дороговато очень. Шесть кубометров машина и почти пятьдесят тысяч рублей. Никита, у тебя налипло много. Вот, даже могу сказать. А один кубометр, если сороковка, то двадцать восемь. Пятнадцать сантиметров ширины. Двадцать восемь досок. На пять кубометров сто сорок досок. Сто сорок. А вот. А если дальше мы считаем. По пять. По пятерке будет. Один кубометр уже будет не двадцать восемь досок, а двадцать три. Пятерку я хочу ставить, где заграждать воду. И регулировать подъем воды в этом нашем корыке. Кроме того, нужен брусков. Брусков подсчитали. Вот. Заплатить уже пришлось. Бруски под лаги которые. Пятьдесят три бруска. Каждый брусок четыре метра. Когда они приготовят, тут позволят. Скажут их. Вчера считал. Сегодня. А у меня три метра. А четыре. Все время метр в отходы. А можно где-то метр этот один поставить? Ну, может где-то можно. Но вверху-то распорку не поставишь из него. Там, может быть, где-то и можно было бы. Метровые. И никуда не положишь. Вот. Положить, если под низ. Но она провалится. Это там вода пойдет. Надо, чтобы плотно было. Главное, что прорыв под низом делается. Не знаю как. Как остановить. Когда мы все уложим, сделаем. Мне кажется, туда вовнутрь надо натолкать такую запутанную сетку. Я не знаю, как называется. Брауна или что это. Колючная сетка. И туда набить. Плотно-плотно набить сено. Это небольшой промежуток. Вот такой вот. Все равно он там ничем не занят. До лаги. Чтобы вода не имела скорости. И тогда она глиной все сама забьет. Так было на том пруду. Смотри, опять дождик начинается. Никита. Наверное, ничего больше не сделать. Дождик начинается совсем. Надо уходить. Нам ничего не сделать больше. Сейчас мы уже пойдем домой. Маленький дождышка. Бодыряем отдышку. Это, говорят, батюшка-поп нанял цыгана на покос. Ну только пришли дождик. Но сырое сено не собирают. Лежат в шалаше. Дремлет. Батюшка что-то рассказывает. Говорит, сын мой, сходи посмотри, какая там погода. Сыган посмотрел, залез. У, батюшка! Заморачало на здоровье! Прошло часа два. Солнышко выгнуло. Ну, сын мой, сходи посмотри, может быть кончилась непогода. Вышел солнышко, вернулся цыга недовольный. Пролупило на пропасть. Так и у нас. Заморачало на здоровье это. Антолка Неберкова. Ну, вот тебе. Это ты первый трудник, как называет тебя дудник этот. Трудник. Труднись, Никита, в этом тебе спасение. Ничем не занятая душа, хорошая кузница сатаны. А Никита здесь с утра до вечера занятый. Его никто не держит, он свободный. Он выбрал. Я его не выбирал. Я его не звал. И этого не звал, и этого. Они все пришли. Почему? Он отвечает, я увидел в интернете ваш ролик, вашу уникальность. Ну, увидел. Это еще не означает, что я тебя приму. Сначала с осени. Это лес, лето. И только зимой я ему разрешил готовить все. Когда все о нем узнал по документам. А здесь, знаете, еще не знаю, первый раз видит и уже сватает его на священника. Попы совершенно не понимают даже. Такую ответственную должность, как Платоуз говорит. И как они решаются на это. Овечку заболело, перепрокинул, налил я там рану, проработал. А человек волей обладает. Он больной. Ему говоришь, что ты сам больной. Я говорю, ты нуждаешься в этом. Ты сам нуждаешься в этом. Я не знаю, какие таланты. Иоанн Златоуст говорит, чтобы человека привести к окрещению, уверовал, нужны тысячи талантов. Не одна тысяча. А чтобы крестить, ни одного таланта не надо. Достаточно, чтобы быть священником рукоположенным. Он произносит слова и все совершается. Я ни Попы этого не понимаю. А как через вас приходят? От Андрея Кураева спроси. Олега Стеняева. Почему они меня считают самым продуктивным миссионером? А я так себя не считаю. Я просто беседую и говорю. Сегодня был человек в тяжелейшем положении. Пришлось в одном месте быть мне. И я его встретил. Человек, обладающий богатством. Все у него есть. А душа не знает Христа. Я знаком с ним несколько лет и ни разу ему не говорил, что сказал сегодня. Я стал говорить. Прошло минуты две. Он прослезился, обнял меня, прижал и не отпускает. Я говорю, давай молиться вместе. И Бог все выправит, как надо. Это Бог делает. А ему говорили, он и в церковь ходил, и с священниками там, и епископа позже встречал. А Бог не касался. Это Бог делает. Не я. Еще злобится, еще завидовать. Я знаю, от чего они летуют священники. От зависти. Он учился в семинарии, в академии. Ординатуры там разные, кандидатуры. А у меня ничего нет, никого образования. У меня есть любовь. Любовь к Господу. Я всегда говорю, зависть какая страшная вещь. Пилат, говорит, знал, что предали его из зависти. А они этого не знали. Они его предали и не знали. А чему завидовать? Плотник из назавета. Да чего же я буду завидовать-то? Вот так. И написано, Иосифа, Стефан говорит, предали братья из зависти. Если бы кто им сказал, они бы усмехнули. Мы из зависти, а чему завидуют-то, парнишка? У него ничего нет, кроме следной отежды. И там не его отец ему дал. Посмотри, у него получится еще и надо скоблить все время будет. Пусть прохлопает. Я думаю, дождик начинается, то эта работа не пройдет у нас здесь. Да. Заканчивать надо. Никита, оскобли эту и пошли. Ее надо где? Спрятать надо? Спрятать надо. Оскобли ему сначала. Видите как? С малого начнешь говорить. А сколько? И Алексей Сисков, все доски там оттуда привезти. Я звонил, говорил, почему ко мне не обратились. А сам на пенсии больной, инвалид. Откуда я знаю, что ты знаешь? Ну Игорь же спрашивал. Правильно. И Игоря спросил. Но в ответ мне ничего не было. А Игорь, батюшки, а батюшка тебе, смотрите какая круговина. И ни один мне в ответ ничего не сказал. А ты там узнавал. Все. Я вижу, они с места не движутся. Я вижу Алешу. Доски привозил. Я подошел. Где ты брал шаршина? Почем? Я уже заказал и деньги заплатили. Сорок, кажется, две тысячи. А остатки потом приведем. Да, дорогое. Да, намного дороже, чем они брали. Но у меня выхода не было и выбора не было никакого. Когда разобрались, Игорь, да как? Да я, Игорь, ничего не говорил. Батюшка подошел. А батюшка, а я откуда бы знал. И дальше все сошлись. Я говорю, теперь видишь, я не знал. Меня никто не информировал. Я мог где? А почему меня не спросили? Мне микросхема нужна. Я тебя спрашивать буду. Откуда я знаю, что ты с лесхозом знаешься? Ну, я же еще могу. Я не знаю, что с лесхозом, с досками ты связан. Вот это-то. Чего бы я обращался-то? Я обращаюсь к тому, у кого доски вижу. Ну, я к тебе сейчас обращусь, где шить сапоги. Идти по размеру. Ну, и что ты? Ты же ничего не скажешь мне? И зачем бы я обращался? Ну, вот такое дело сегодняшний день. Сегодня день Рождества Богородицы. День хороший. На этом работу сегодня закончим. Я думаю, все. Надо Сергея покормить ладом. Так, это Никита. Заберите. Все, походим. Пошли. Покажи наш участок. И вон где у нас. Там видно отсюда, сколько мы пилили. Я посчитал примерно 300 деревьев. Ну, небольшие. Клены. Вот подойди сюда поближе. Вот это вот одно дерево считается. Вот этот пенек. Вот он идет. Сколько он? Ну, 20 сантиметров. Ну, тут 23. Вот так. Ну, это тоже 20. Ну, это все вручную. Вручную, двуручной пилой. Ну, это поменьше. 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 Вот эти все надо валить. Они дают тень. Ну, и придется валить. И сегодня, я говорю, в другое время. Теперь завтра я ребят поставлю, двоих братьев, Сергея этих, на тот пруд. Срочно копать траншею для этого, для стока воды. А мы займемся здесь. Я поеду сам в Шарщин. А они дадут обзолистый, не дадут. Если дадут, мы ее выкинем. Я заплатил за самый первый сорт. Купили антисептик. Отработка. Известь. Чтобы не сгнили они их за год. Это не просто так. Все. Рад, Сергей, что приехал. Мы тебя очень, очень нас дали. Я не пойму, ты чего? Карман. Карман. Сверху еще. Чтобы дождик туда не попал. Ну, пошли. Спасибо.